Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царств на портале Экзегет. И мы будем читать пятую главу этой книги. И послал Хирам царь Тирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также Соломон к Хираму сказать, ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа, то есть храм, дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног Его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нету противника, и нет более перепон, и вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, сын твой, которого я посажу, вместо тебя на престоле твоем он построит дом имени моему. «Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как седоняне». Вот Беда Достопочтенная обращает внимание на то, что здесь вот рабы двух правителей, они объединяются в желании построить храм имени Бога, и посмотрим, какое у него есть истолкование на это обстоятельство. Это трактат Беда Достопочтенного о храме. До этого мы часто читали его трактат о Скинии. Здесь Беда Достопочтенный пишет. «Итак, рабы хирама, которые рубят ливанские кедры для Соломона, это избранные из язычников, учители, и задача их – срубать тех, кто наслаждается делами и славой сего мира, исправляя их гордость и надменность и обращая устремление к послушанию своему Искупителю». Вот вместе с этими рабами были другие рабы Соломона, и вместе они исправляли надлежащую работу, потому что учители из язычников сами нуждались в апостолах, получивших наставления в слове веры, дабы они, случись им учить без наставников, не оказались учителями заблуждений. Ведь причиной тому, что Соломон хотел, чтобы рабы хирама рубили для него дерева ливанские, было то обстоятельство, что в этом деле они были опытнее его собственных рабов. А причиной, по которой он желал, чтобы и его рабы тоже находились там, было то, что они могли указать рубщикам, какой длины должны быть бревна. Символическое значение этого очевидно, а именно апостолы лучше знали, как проповедовать другим Слово Евангелия, которое они удостоились услышать от Господа. Язычники же, обратившись от заблуждений, придя в согласие с истиной Евангелия, лучше знали существо заблуждений язычников, а чем вернее знание, тем более умело они учились противостоять ошибкам и опровергать их. Действительно, Павел лучше знал таинство Евангелия, которое он постиг через откровение, но Дионисий, ариапагит, обладал большей способностью опровергать лжеучения афинян, потому что с малых лет он знал силогизмы, заблуждений, доводы афинян. С таким объяснением в полном соответствии находится следующее утверждение. «Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как седоняне». Ведь когда Господь учил в оплоти среди народа иудеев, не было никого, кто бы так хорошо знал, как опровергать заблуждения язычников. Но это знали обратившиеся в веру язычники, и те, которые стали христианами, седоняне и теряне, уместно взяты как образ язычников, так как эти народы и были язычниками». Удивительный комментарий, который не оставляет без христианского назидания никакого обстоятельства. Далее мы читаем, когда услышал хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». Почему хирам высказывает вот такое одобрение? Потому что наконец-то начали строить храм, как наши предки говорили, без Бога не до порога. «И послал хирам к Соломону сказать, «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь, и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». Вот с одной стороны, как бы хирам обеспечивает строительными материалами, работниками, но просит взамен хлеба. Храм — это символ церкви, и церковь евхаристическим хлебом готова напитать всю Вселенную, и в этом ее главная функция. «И давал хирам Соломону дерева кедровые, дерева кипарисовые, вполне по его желанию, а Соломон давал хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового взбитого масла. Столько давал Соломон хираму каждый год». Сбитое масло — это указание на благодать Духа Святаго, потому что масло и Дух, помните, что голубь — это символ Духа Святаго, и когда голубь является в ковчег Ноя, у него как раз оливковая ветвь в клюве, масляничная ветвь. «Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз». То есть мир, возможный между Церковью и остальным миром через благоествование святой веры. Когда мы благоествуем свою веру, мы раскрываем подлинные наши намерения, и люди видят чистоту наших взглядов. И обложил царь Соломон по винностью весь Израиль. По винности же состояла из 30 тысяч человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц. Вот такое количество миссионеров, если бы мы отправляли бы по миру, тоже был бы результат. По 10 тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, и два месяца в доме своем. А Денирам же начальствовал над ними, то есть как бы старший. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах. Носящие тяжести, аллегорические, это те, которые совершают служение декании, то есть обеспечение миссионеров всем необходимым. «Кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных Соломонов, Соломоном над работой, над надзора за народом, который производил работу, и повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные». То есть церковь созидается из людей, которые состоялись в благодати. Это и означает камни дорогие, камни обделанные. «Обтеусовали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гевлетяне и приготовляли дерева и камни для строения дома три года». И действительно, в Древней Церкви человека к крещению готовили достаточно долго. Мы знаем, например, что до трех лет, до года, до полугода доходила вот эта подготовка людей к тому, чтобы они могли принять крещение. Давайте посмотрим, как беда достопочтенно истолковывает слова «камни дорогие для основания дома». Кажется, вполне будет согласно празднику, если мы вспомним кое-что о сооружении храма и исследуем, насколько его украшения соответствуют значению церкви. Писание говорит, как Соломон провел работу, повелел привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Эти большие дорогие камни, положенные в основание и на которых удерживалось все здание храма, подразумевают превосходных учителей Святой Церкви. большие в силу выдающихся их заслуг, дорогие в силу сияния знамений, которые люди, слышавшие Слово от самого Господа, произвели своей проповедью в устройстве растущей Церкви. То есть, действительно, как наши предки говорили, церковь, она не в бревнах, а в ребрах, а храм, где собирается народ Божий, это строение, где собирается Церковь, а Церковь это народ Божий, сам народ Божий, царственное священство, взятый Богом в удел. Поэтому созидание храма, настоящее созидание храма должно сопровождаться созиданием Церкви, то есть общины, и не бывает храма без общины, как желательно и каждой общине иметь свой храм. лимон, получит ведь неподопро еще Продолжение следует...